ПРУТ Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами напишем пруд с деревьями, с кустарниками цветущими красивыми, разноцветными, красными и фиолетовыми, и с цветами на первом плане. Начнем мы с вами работу акрилом. На палитре у нас сейчас сиена сжженная. Вот ладога. Тюбик вот такой вот. Беру я кисть круглую, синтетику. Она в восьмой номер, но в принципе она и пятому где-то может соответствовать тоже. И с помощью нее сейчас мы с вами наметим рисунок. Вначале мы определим область прудика, то есть где у нас водичка обозначается. Вот таким вот образом она у нас пойдет. Вот линия берега и камышей. Потом мы наметим основные деревья, которые у нас будут присутствовать в нашем пейзаже. Деревца намечаем ствол. Он у нас будет частично освещен солнцем. Не забываем, что ствол, он все-таки к вершинке сужается. И соответственно веточки тоже, то есть они имеют свою анатомическую характерную особенность. Вот видите, как удобно достаточно круглой кистью намечать подобные ветки. То есть мы нажатием кисти регулируем толщину линий. Где-то кисточка делает поворот и, соответственно, получается неровная такая линия, которая хорошо попадает в силуэт коры дерева. Что важно, чтобы появилась такая живость и правда, как в природе. Следующие деревья мы следим за тем, чтобы они у нас по силуэту были разные и по толщине были разные, и по наклону, соответственно, тоже. Прокрываем мы их этим коричневым тоном еще и затем. Сейчас сразу ловим их силуэт, потому что он у нас высохнет. Стираться не будет, и рисунок будет отчетливо виден на всех остальных стадиях, когда мы будем работать губкой и широкой кистью. Вот такой силуэт деревьев с небольшим количеством веток. Далее мы наметим кусты и дальний план, как он у нас графически будет складываться. Тоже стараюсь не повторять по силуэту кустарнички, чтобы они не как забор были одинаковые, штакетины такие, чтобы они были разнообразными. Или даже лучше сказать разнообразными. Как вы видите, мы работаем сейчас одним тоном, как врезали. Намечаем силуэт деревьев. Вот вдалеке у нас будет высокий тополь пирамидальный. Присутствие которого всегда очень хорошо подчеркивает южный пейзаж. Образ южного пейзажа. Где-то у нас подтеки ловим тряпочкой. Кусточки. Фрагмент будет небольшой виден. Освещённые лужаечки на дальнем плане сквозь обрез кустов и травы. И постепенно переходим к плану уже к первому. После того, как наметим силуэты кустов и деревьев, из которых складывается план дальний, который образует и даёт понимание линии горизонта. То есть это вот где-то вот так вот линия горизонта идёт. Вот такой первоначальный рисунок сделан у нас одним цветом сиеной жжёны. Что сейчас мы можем сделать? Мы можем взять кисть пошире и где-то широкими мазками протереть слегка отражение. Всё это у нас выполняется, опять же повторю, одним цветом. В цветах на данном этапе вы не запутаетесь. Мы проложили с вами тени, отражение. То, за счёт чего появляется тональное решение в работе. Акрил высыхает достаточно быстро. Именно поэтому у нас рисунок не стирается. А дополняется тоном. Вот так вот. Продолжение следует... Ловим капельки стекающие. Что нам дал данный этап? Мы сделали с вами тональное решение. И мы стараемся с вами не запутаться в тоне. И поэтому на этой стадии мы уже представляем, что же наша работа представляет из себя в силуэтах светлей-темней. Вот такой вот этапчик мы сейчас с вами сделали. Дальше мы вернёмся опять к рисунку. И той же самой сиеной ещё раз пройдёмся по силуэту дерева. И где надо, его подчеркнём и освежим. Одна из любимых поговорок преподавателей моих в Академии была. Это цвет, это верно окрашенный тон. То есть, чем собраннее у вас работа в тоне, тем проще её наполнить любым звучанием цвета. И в этом нам помогает гризаль. Когда у вас работа хорошо собрана в тоне, она у вас смотрится правдивой, естественной, какой бы, в общем-то, вы загадочный цвет не задавали. Что достаточно важно. Так как рисунок и тон, они уверенные, когда это выполнено, уверенный рисунок и тональное решение в картине, это уже, можно сказать, половина победы. А если потом вы ещё и хорошо и удачно включите интересное цветовое пятно, цветовое решение в картине, то работа засияет и заиграет как по волшебству. Вот у нас появился ещё один силуэт деревца подальше. его обозначим. Дело в том, что мы потом можем пойти путём, каким хотим. Когда у нас есть рисунок и тональное решение, мы захотим, можем мастихином пройтись по нему. И уже по уверенному рисунку наметить те цветовые пятна, которые нам понравятся. То есть захотим звучного цвета, мы его можем сделать. Но главное, мы будем знать, куда этот цвет положить. И не будем метаться по холсту в поиске утраченного рисунка. Он у нас будет чёткий, отработанный, верный и надёжный. Именно поэтому старые мастера рисунку уделяли такое внимание и не ленились работать с картоном для того, чтобы переносить удачные тональные и графические решения, которые потом переводили в цвет. Потому что если бы все себя так уверенно и легко чувствовали, то не делали бы этих картонов, а рисовали бы сразу на стене или на холсте. Однако мы знаем, что и Леонардо да Винчи, и Микеланджело картоны делали, рисунок переносили, несмотря на то, что были большими профессионалами, и глаз у них был верный, и в тоне они чувствовали хорошо. Поэтому работа пятнами, она, конечно, замечательна, но ещё лучше она работает вкупе с уверенным рисунком. Что ещё можно сейчас сделать? Можно сразу наметить отражение дерева и отражение теней. Тут можно взять кисточку пошире, прямо не стесняясь вот так вот это растянуть. Вот так вот, и почист small Lookbook. Вот так вот, вот так вот. Хорошо, что каждой серия Я твое что-то следую ficar, интересно, что мне правило, работаю я сейчас по холсту грунтованному обычному фабричному я его не доводил то есть я его дополнительно не грунтовал то есть все у меня остается как вот по базе по умолчанию ну что ж сумели собрать холст воедино в тоне даже еще без участия белил протирочку легко акварельно жидко и у нас уже есть определенное решение чем нам еще полезен данный момент сиеной жженой то что он будет хорошо попадать в глубокие тени где нет рефлексов от неба и соответственно под лессировкой этот теплый тон красно-коричневый будет работать так как надо то есть мы сразу с вами этим тоном попадаем в глубину тени сейчас мы на палитру добавим лауканитовую зеленую гамма актерин выделили и сейчас мы и сделаем большую-большую листью по высохшей части нашей природы флейтс все вертикально и практически мазками и все вертикально и практически мазками вот так вот вот так вот можно что актерин высох вести в луков вести группу вести группу вести группу вот так вот Где небо у нас будет, мы чуть более жидко это делаем. Вот прямо так. Всё, всё, всё. То есть с данной лессировкой у нас уже белых пятен, как и не осталось до кусочков хвоста. И естественно, то есть сейчас, когда мы будем работать, мы уже будем работать с две стороны. И в светлую, и в тёмную. Вот нужно выполнить вот такую красивую. Здесь уже будем проникывать побольше. Чтобы попасть хоть раз в отражение воды. Вот. Вот это все. Субтитры сделал DimaTorzok. вот такой этап сейчас мы его с вами и завершили ну что же, сейчас у нас появилось на палитре еще три цвета кроме Селина Джона это окно светлое, белило китановое и марс черное что сейчас мы будем с вами делать сейчас мы с вами как раз обозначим небо мы для этого берем белило и по кругу все это с нашим инфляционным небом у нас получается такой теплый оттеночек и этим теплым оттенком мы начинаем с вами искать силуэты по высохшей поверхности для ведущего потаула еще раз повторюсь плохо и белило сейчас с кубикой кисточкой я стараюсь обозначить силуэты тополя пирамидального Где-то линсиловку оставляю, чтобы планы подчеркнуть, где-то вот так вот, по верхушечкам хром-деревь прохранить светом слегка в противку. Запутаться невозможно, цвета простые, потому что светлее, темнее и поиск семёра. Если у нас небо или светлые, то есть или светлые, смузы проглядывают активно, мы просто в этом месте кладём красочку отпущим. Что мы добились линсировкой двум калитмом? То, что мы ещё не задали тон деревьев дальнего плана. И оставляя их этот цвет силуэтом, мы обозначаем уже в голубовато-зеленоватом троник, как раз эти двери. Сейчас ищем рассветы между ветками и сполами. Красивые, пытаемся мягкие. Густые мазки, биги и кофры нам как раз в этом помогают, для того, чтобы составить свет вечернего теплого мира. Но, скорее всего, там, где просится тон поярче и похлотнее, мы делим немного выше, чтобы перед этого не было цвета. Различи, ветер, хлопки и активы, то есть светлые. После того, как более-менее показали небо, можем обозначить, во-первых, где-то границу поблёскивая слегка совсем водички. Чтобы ещё раз подчеркнуть и рисовать, где у нас границы камыша и воды. Это раз во-вторых. Сейчас вот мы возьмём чёрненький добавим, и убили на цвет соль. Чуть-чуть только сделаем. Потянем, и мы уже будем работать над отражением новин. Небеса. Маски пока я тоже вкладываю вертикальные. Сейчас добавлю больше покры поделива. Чуть добавлю сюда чёрненькой, вот с такой гетоделиной лопатиной. И начну искать просветы в крови. Освещённые в крови, вот они у нас появляются. Ручки где-то освещённые по кровам обозначают. Здесь кратка засытится практически. Её тоже покажем. И, соответственно, вот эти отражения в воду тоже слегка придадим. Ещё большую руку. Чуть-чуть чёрненькой. Где-то у нас уже пойдёт листва. Мы тоже не полностью перекрываем зелень. Лисировки не уходим. А слегка растягиваем какие-то хакирчики. Всё равно не было монотонной, и не было дедельной округой. Лиспла в кровь свечи не по-разному. Где-то она не идущая. Где-то она у нас тоньше и прозрачная. Сейчас добавлю чёрный. Дом уже более серого превышал. И как раз пройдёмся по дальнему плаву. То есть это будут как раз деревья, которые у нас открыты. Таким образом у нас фейзаж постепенно идёт на высветление. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Также и из деревьев. Смешиваем в край. Но там деревьев будет побольше и больше деревьев. Нажимай- Meh- Нажимаем «К pressing» Я отвечаю, «Нет». Чёрная, лихра, лихра, датчик ищет силуэты зимы, но не везде и не полностью перекрываем, где-то не сегодня прозрачий, оставляем, она у нас работает. Так, ещё один момент, у нас будут красные кусты, цветущие, вот здесь у нас в полагации. Мы сейчас под них сделаем подкладочку, светлую. Для этого мы берём дерево, немножко схоте, тёплую. И начинаем отрабатывать сильные кусты. То есть как вначале они у нас получатся светлые, как красные, а потом они у нас будут красные. Стараемся работать по светам, чтобы прежде всего показать цвет тени. Ещё раз повторюсь, что это выполняется для того, чтобы красный цвет, который мы будем накладывать на лихе силуэты, отзвучал ярче и активнее. То есть потом он в тоне будет потемней, но зато цвет будет звонкий. Так, мы его сейчас обозначим как отравление. И чуть-чуть клеточки затрём. Вот здесь кустынчик. Вот здесь кустынчик. Поищем. И его чуть-чуть клеточки. Сероватый тон на свету. Мы прикладываем сильные кустынки. Чуть-чуть клеточки. Далее. Силена жилая. Ох, раскрытая. И это у нас сейчас будет сло. Освещено. Таким из важных композиционных моментов. Вот здесь кустынчик. Освещено. Красный цветок. Он обозначен в себе. И он изначально закладывался в его инфраструктуру. Его можно ввести несколько факторов. И 물론. Подключил. Что-то и тут нужно. По-моему два. И создать в полный образ. Чуть более, пребый взрыв для солнечной датчики. И здесь появится пустой. Проверчники засветят, то есть скайпы. Проверчники засветятся освещеными. Плохо, недавно, и немножко надетим светящийся листик. Такими точечными кусочками. Какой-то есть. Какой-то разю рисует платочку. Чтоб потом и пролессировалась, и как-то не играла. Чуть больше будет, да? Вот так вот с минимальным количеством цвета мы можем сделать достаточно много. Кусточки, свет на них играет. У нас получается приятная вибрация между тоном, положенным непрозрачным, и прозрачной лессировкой, которая у нас была на первых этапах работы. Так, сейчас некоторые растения первого плана. Длинные. Длинные. Вот так вот полусухой кисточкой намечаю их рост. Вот так вот. Теневую часть красных кустов, которые у нас пока не красные, но скоро они в работе загорят буквально. Сиена, черная, камыши чуть притеменяю. Так, сейчас мы немножко еще кусточки поработаем. Черная, немного охра для зеленцы и сиена. Это сейчас у нас как раз будут здесь глубокие тени западания между камышами и кустами. Так, зелень в тени. Тень от дерева здесь на траву падает. Тоже ее пропишем. И постепенно начинает пейзаж проявляться. Проявляться. Картина становится ясной. Чуть размоем тон, который положили. Вот. И сейчас черной с охрой, это зеленоватый тон у нас вышел, зелененький, мы немножко полипим растение переднего плана, а именно листву и глубокие тени на ней. Хорошо. Охра, белило черное, зеленый тон и дерево в левом углу. Черная, охра, зелень в глубине у центрального дерева. Но тоже не везде, чтобы крону дерева, то есть зелень была разнообразной. Или разнообразной. Так, пока белило окончательно. Не высохли. Можем нанести светлые цветочки, которые у нас здесь будут на первом плане. Они высохнут и будут видны даже сквозь лессировки. А потом по ним можно будет опять пройтись беливыми. И будет как раз разница с теми цветами, которые освещены больше и которые меньше. они будут поживее. Они будут поживее. Желтые цветы первого плана. Вот они. зеленые цветами. зеленые цветами. Сиена. Беливо. Кусты. Так. На этой стадии нужно работу подсушить. Продолжаем работу. сушку. Сейчас у нас уже скоро будет закончена часть, которая посвящена акрилу. Это последняя стадия в акриле. И потом будет сушка работы. Сейчас мы берем глоуконитовую. Беливо. И вот этим холодным зеленоватым тоном прорабатываем камыши и травку. вот у нас появляется уже тон зелени. Активнее. И он добавляет нужные оттенки к последующей прописи маслом. Глоуконитовая. Черная. Сиена. Отражение камышей в воде. Чуть сиены добавим. Тем же самым цветом вот здесь камышики. Пропишем. Чуть темнее отражение в воде. У камышей. Засветится. Далее сиена и черная. Это мы по стволу дерева сейчас пройдемся. Где-то его восстановим и сделаем акценты потемнее. веточки чуть пропишем. Далее сиена и берем критики в ствол дерева. Соседние деревца выделим в тоне. Вот они у нас выделились и заиграли. Черная охра, глаукомитовая, тени в траве и небольшая деталировка по силуэтам. Соседние деревца. Еще немножко активной зелени. Сиена. Так, это деревца у нас, которые вдалеке. Сейчас зелень пропишем тут теневую. Чуть белил сероватым тоном. Зеленый куст справа. Так. 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 Так, сейчас вот у нас, чтобы белила не пропали, мы возьмем мастихин, охру и прямо таким активным светлым тоном пройдемся по небу. Так, чуть тряпочкой. Небо у нас самое яркое, поэтому мы его сейчас и в тоне, и в цвете, и в фактуре выделяем. Вот таким вот. Вот таким вот образом и немножко на правый край картины тоже перенесем работу с мастихином. Сейчас можем взять кисточку и немножко смягчить края в силуэтах, в касаниях с деревьями. Сделать их мягче, ажурней и воздушней. Сделать их мастихином. Вот так вот прошлись. Вот подготовительная часть работы акрилом проведена. Еще немного можно оставшиеся сиены на палитре с черной пустить на проработку ствола. Голубка нитовая зеленая, черная. Тени в траве, в растениях. Здесь можно некоторые рядом с белыми сделать акценты в тенях, чтобы беленький заиграл поярче. И первый план зелень. То есть тоже где-то глубокие тени можем обозначить. Под лицессировкой они потом станут мягче. Все. Готовим палитру под масло. Продолжаем нашу работу. Сейчас у нас на палитре добавилось красок. К этой стадии. На палитре у нас белилы титановые. Кадмия оранжевый, кадмия красный. Темный. Сиена жженая. Глуконитовая зеленая. Изумрудная зеленая. Ультрамарин. Голубая ФЦ. Фиолетовая светлая. Кадмия лимонная. Желтая темная. Охра светлая. Все цвета можно еще добавить к этому Марс черный. На всякий случай немножко. Начинаем писать. А сейчас мы начнем пропись. Будем работу тянуть от дальнего плана к ближнему. То есть это пропись силуэта в дереве. Ближе к горизонту. И постепенно работу вытаскиваем вперед. Вперед. Что мы сейчас можем в первую очередь сделать? Небольшую сделать лисировочку с фиолетовым оттенком. Чтобы дальний план у нас ушел в легкую дымку. Прямо взял фиолетовую в чистом виде. Немножко распил ее водой. И вот так слегка в протирочку. Лисирую. Лисирую. Всю поверхность холста. Чтобы у нас появилась легкая дымка. На палитре у нас присутствуют краски разных производителей. Здесь и ладога. И санет. И гамма. В частности фиолетовая светлая. Лимонная желтая. И желтая темная. Это санет. Ультрамарин. Это ладога. Остальные цвета. Это у нас гамма. Чтобы вам легче было подобрать данные оттенки в магазине. Чуть-чуть белил добавил. Фиолетовую. Прописываем. Обобщающую элисировку. дальнего плана. Данной рисировкой мы добиваемся того, что обобщаем план, уходящий ближе к горизонту. Цветовые отношения становятся менее контрастными, с легким холодным оттенком. Перспектива и глубина в нашей картине становятся четче и яснее. Мы должны отдавать себе отчет, как и в любой работе с натурой, что у нас ближе, а что у нас дальше. Дабы, руководствуясь этим пониманием, выстраивать пространство на нашем холсте. Следующий этап. После этого возьмем кисточку кругу, синтетическую. И сейчас немножко займемся пирамидальным тополем. Фиолетовая, изумрудная, немного белил. Постараемся веточки и силуэт тополя проработать получше. Искать наиболее характерную этому дереву контур и силуэт. Чуть пропишем дерево рядом, которое своей зеленью примыкает близко к данному тополю. Она у нас будет позеленее и поярче листва, чтобы слегка она касалась и может быть даже набегала немножко на этот силуэт дерева. Чем она будет показывать, что она находится ближе, это листва, а дерево дальше. То есть прием такой графический получается. Ближе, дальше. С помощью графики и наплыва одного силуэта на другой. плюс это может выделяться даже немного фактурой. То есть листья ближе они объем небольшой имеют. А дальше ствол дерева он более плоский. так что сейчас вот эта вот зелень примыкающая к горизонту, то есть светящаяся на фоне горизонта, она как раз должна быть у нас прописана и проработана. Спасибо. 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 Вот прописываем зелень. Оно у нас будет светлее и поярче, чем зелень дерева, которое дальше от нас находится. Мы его специально выделяем цветом и тоном. И легким даже объемом в мазочках. чтобы была игра света и тени, что где-то зелень светится в контражуре падающих солнечных лучей. стараемся как раз вот этот ствол дерева не замыкать прямо вот в крае холста, а перекрыть его перед этим зеленью, чтобы он мягко и художественно утопал в листве. сейчас покажем некоторые участки зелени более плотные, менее прозрачные. Как раз сочетаясь с кусочками листвы светлыми, они будут добавлять больше ажура в живопись жизни и глубины в данной листве. Как это бывает в природе, когда мы видим понравившееся нам дерево в натуре. Цвет в работу мы вводим аккуратно, не форсируя сильно в яркие оттенки, поэтому при такой спокойной сложившейся уже гамме в работе цветовой эти акценты они начинают звучать хорошо и слаженно. дерево с этой листвой и световыми эффектами вот в листочках это один из центральных мотивов нашего пейзажа. Конечно же он должен быть проработан максимально тщательно. лимонная белила желтая темная чуть-чуть изумрудки это у нас как раз будет цвет светящейся листвы на фоне темных деревьев. Вот там как раз где листочки близки к краю силуэта дерева где на них может попадать свет мы и показываем этот цвет. Охо чуть-чуть добавим в данный оттенок. здесь мы показываем что солнечные зайчики сквозь листву где-то пробиваются в данном случае они и попадают на ствол дерева и освещают оттенок. Продолжение следует... Вот у нас уже элемент этой солнечной игры в листве получился. Можно сейчас от этого кусочка отойти и поработать над листвой, которая солнцем не освещена, которая темнеет. Но также очень важна и организует силуэт дерева. Играет на фоне светлого вечернего неба. Поэтому тоже стараемся отнестись к ней так ответственно и внимательно. Продолжение следует... Поработали. Дальше. Кусты и силуэт дерева, который дальше, он должен у нас красиво оттенять силуэт дерева первого плана. Поэтому займемся этим деревцем. Голубая ФЦ. Кадми красный темный. И сейчас поработаем как раз над силуэтом дерева вдалеке. Обозначим вначале тени глубокие. Подчеркнем некоторые силуэты веток, которые... Как темные на светлом нам видны. Здесь мы, конечно, добавляем больше синих холодных оттенков, чтобы подчеркнуть разницу зелени первого плана. И второго плана. Чтобы она читалась и была понятна. Плюс желтовато-зеленоватые оттенки будут хорошо читаться на фоне холодных и сиреневых тонов. То есть будет игра на контрастах. Контражер будет читаться лучше. Желтого на синий. Продолжение следует... Продолжение следует... Также вот вы видите, сейчас я этим же цветом перешел к кустам и деревьям, которые находятся еще ближе к горизонту. Также их мягко и плавно вписываю в эту воздушную среду. Чуть больше розовых и фиолетоватых оттенков в виду. Снину. Продолжение следует... Продолжение следует... так сейчас намешаем цвет для зелени кустов тени пытаюсь тоже найти разницу между зеленью вот этой вот и зеленью вот это здесь все-таки я немножко холодных оттенков и синеватых ввожу больше то есть здесь я где-то включаю голубую фице изумрудку больше и фиолетовую вот игра во многом построена на теплых на теплохолодность именно работа с теплохолодностью живописи создает впечатление объема и мебели этим же цветом сейчас пройдемся по деревьям с правой стороны цвет не самый темный но накладываю его так чтобы подчеркнуть свет на деревьях вот небо и от солнышка то есть как он распределяется свет тень свет тень верхушечки светленькие серединка темненькая белила кадмик красный темный немножко оранжевый еще белила чуть фиолетовый то у нас пойдет цвет вот здесь освещенных куст кусточков и мы как раз этим светом обозначаем деревья которые освещены ближе к горизонту вот разрабатывая этот пейзаж мы его продвигаем и стараемся выйти на определенный этап чтобы какой-то кусок работы уже был сделанной тем самым приближая время когда мы начнем писать передний план отражением займемся в воде но вначале нужно эту часть холста конечно же организовать белила изумрудная немножко лимонного лимонный желтый сейчас покажем свет на зелени травы чуть еще белил желтый темный вот здесь у нас получится как источник освещения за деревом и он потихоньку растягивается кусточком вот сюда также мы выделим свет и за этими деревьями он тоже будет такой желто зеленый белила лимонная изумрудная и подсветим его и подсветим его и подсветим его и подсветим его тем же цветом чуть-чуть тронем вот здесь что сюда лучик солнца тоже упал продолжаем работу с организацией вот этих вот планов чтобы они у нас были интересные и начинаем уже потихонечку намечать яркие кусты фиолетовая белила нам очень выгодно и удобно делать такую стадию подкладочку которая будет сухой и чтобы можно было сразу же не потеряв творческого задора и запала перейти потом к стадии работы маслом в этом плане работа акрилом выгодно ускоряет весь наш процесс плюс кроющие возможности этой техники они позволяют работу вести как маслом но в масле более удобны и эффектны именно возможности растягивания цвета плавных переходов от одного оттенка к другому и это мы уже конечно же будем добирать именно в технике масляной станковой живописи повторюсь что масляная станковая живопись станковая от слова станок мольберт то есть работа на мольберте в условиях мастерской грозоватые оттенки красные оттенки передать такое буйство цвета что живописная картинка у нас вышла яркой и радостной и радовала всех своим позитивным настроем зелень цвета на верхушечках деревьев то что придает деталировки и богатство в образе данного пейзажа холодные оттенки зеленоватые чуть сиреневатые чуть светлее чуть темнее но они позволяют красиво разобрать дальний план и как только вот дальний план у нас сядет хорошо и горизонт и пространство в глубину будут понятны и интересны мы можем перейти к плану первому то есть сейчас набираем все терпение и прорабатываем глубину иногда получается так что работаешь акрилом очень быстро и кажется что работаешь маслом и получается что в итоге достаточно работу покрыть каким-то глянцевым лаком и добиться эффекта масляной живописи такое тоже частенько случается зелень красиво излучная дадим и конечно же отсутствие запаха дает хорошую возможность работать дома что очень важно у меня вот работать дома маслом никто не пускает мазочками зеленее холоднее поярче выкладываем буквально как импрессионисты и пуантилисты в живописную фактуру близлежащих кустов собрали воедино кустик и уже включаем цвета активные яркие они хорошо сочетаются с той подкладочкой подготовительной работой которую мы провели когда писали работу четырьмя окрасками беливой беливыми охрой светлой сиеной зеленой и черной глуконитовая зеленая голубая фц это у нас тени идут лес лес такой получается сказочный а сказки в жизни не хватает сиреневые оттеночки вот мазочки в это разнокравие выкладываем чуть сиеной больше добавим фиолетовый чтобы лучше передать эти растения в тени выкладываются участки бережка которые уже ближе подходят к самым первым цветочкам которые у нас у края картины внизу гуконитовая зеленая картины красно-темные беливо фиолетовая светлая гукономитовая голубая фица кадный красный тюмный сиреневый оттенок глубокий замешали чтобы тень показать фиолетовых цветах на первом плане чуть больше красноватых оттенков добавим в кустик дальнего плана сейчас наметим кусочек между деревьями красноватый он у нас отличается по тону от деревьев он светлее белил добавим чтобы свет на его верхушке обозначить получше появился объем так далее перейдем к красным кустам на первом плане вот тут мы уже возьмем белила оранжевый кадмий и кадмий красно темный и постараемся вылепить вот эту массу кустов цветом поярче но стараемся его не темнить так как поверх пройдемся маслом и где-то можем пролессировать дабы светлая подкладка снизу розовато-красная заработала и засветилась но все равно то есть у нас светлее темнее стараемся разницу эту искать где-то чуть больше красного где-то чуть больше оранжеватого где-то вот желтенького включим в оттенки но чтобы вот кусточки не были одинаковыми это нужно постараться этого добиться именно тем что варьировать оттенки так сейчас кадмий красный темный с белилами возьмем чтобы этот следующий куст был похолоднее и отличался по цвету ищем красивый силуэт листвы красный градинам ст.л. ст.л. и incl. поискали ее здесь потом у нас здесь очень хорошо таиндиго красно-коричневая ляжет в глубину пляссировкой а пока вот такая идет проработка растений здесь я сиену добавил жену красному и оранжевому ткени в кустах голубая фц как не красным сиреневатым тоном прорабатываем отжимаем силуэт кустов сейчас в отражение зайдем как раз та стадия где можно уже эти красные оттенки вводить чуть больше белье соседний куст у нас тоже будет красного оттенка сейчас надо добавить кадми чтобы разработать данный куст белье сиреневые тени отражение в воде сейчас сиреневатым отражению вот здесь деревьев на дальнем плане наметим белило чуть желтенькой тепленькой и холодный оттенок отражающихся и листвы и синего неба на верхушке в зените голубая ФЦ с беливыми она как раз здесь хорошо в эти цвета впишется в зените еще потемнее в отражении дадим глаукомитовая изумрудная голубая фц немножко у нас здесь у камышей темные участочки пропишем зелени вот уже пейзаж принимает совершенно другой тон и цвет благодаря цветовым акцентом очень хорошо здесь заиграют конечно кувшиночки потом с ряской так что вот этап введения ярких цветов уже вовсю состоялся останется только сейчас работу подсушить чтобы потом ее подготовить уже к работе в масле что еще можно сделать сейчас в акриле это то что немножко справа слева проработать деревце зеленью подчеркнуть у него кей по светам где-то немножко сверху пройтись сверху еще похолоднее сделаем так вот сейчас есть белила на палитре есть желтая то есть чтобы эти краски у нас сработали так как надо сейчас их смешиваем и сделаем контражерную листу которая у нас высохнет и будет светиться вот как раз вот здесь вот прямо с фактурки то есть так еле касаясь у нас получается то где у нас лучик будет пробиваться и играть на этих листочках он по разному просвечивает где-то он больше оранжеватый где-то зеленоватый вот в общем-то ищем силуэт этих светящихся листочков плюс будет в том что они у нас высохнут и уже будут как будто работа после многих сеансов проведенные по ней можно будет или с серовками работать маслом выявлять светлее темней определенные веточки то что нам очень и хотелось показать в красоте данного вида несколько листочков засветим вот здесь вот как лучше где-то прорвался сквозь листы дальше этим жетоном дадим немножко полянку светленькую сквозь листву и чуть-чуть сюда у нас луч попадет только тут будет цвет чуть холоднее больше изумрудки здесь у нас как лучик упал и здесь немножко чуть-чуть совсем плюс сейчас дадим так ну во-первых отражение чуть-чуть пригасим оно коричневатое у нас будет от дерева сейчас наметим рясочку и на свет на стволе дерева свет на стволе дерева беру белилы прямо контрастно беру потому что нам нужно здесь это выделить и высветить где этот лучик упал и высветил фактуру коры веточку какую-то тоже выделим выделим потом от отражения от этого чуть сюда пальчиком можно так мазнуть выход пойдет то же самое и у коры ну и конечно же резочку сейчас можно так же показать около вот здесь около камыша лимонная белила зелень вот эти световые пятна они как раз очень хорошо сыграют на присутствие солнца в картине но тоже они должны быть не одинаковые а разнообразные вот он то есть что то на чем то больше света а что то в тени вот здесь вот что то то тот в тени Ищем, где нам это по силуэту выгоднее подчеркнуть. И особенный акцент где-то у нас упадет и вот луч прямо пробился и в чистом виде высветил эту резку. Ищем. 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 Зелень потемнее. Полусухие мазки получаются. Так, дальше камыши темненькие. Вот им тоже нужно, конечно, труда добавить, чтобы они заработали. Потом уже можно будет как раз прописывать цветочки, детальки, травинки. Но пока организовываем вот это пространство, чтобы оно было понятным и читалось лучше перспективное сокращение в глубину. камышины, цветы какие-то на первом плане, скорее всего это роза у нас будет. или еще что-то из этого отряда. Вот они у нас организуют вход в картину. сейчас мы их листву сюда переносим. Ищем. Ищем. Класс. Ищем немножко просветы между деревьями слева. Солнечные просветики. Так, ну вот это у нас в целом так сложился пейзаж. Сейчас, чтобы не смазать цветы, на первом плане желтые яркие, мы их наметим сразу с объемом. Желтое темное, белило. Так как в ход картину одно из самых ярких пятен будет. Тут же и лимонная нам поможет. То есть то, чтобы высохло и с фактурой уже организовало первый план. Звучный и контрастный. То есть то, что у нас даже ярче резки идет. Это вот как раз эти желтые цветы. Потом несколько белых цветов. Их прямо не стесняясь, то есть так же с фактурой мы наносим на первый план. Стараемся их найти в пересечениях между листвой эти цветоточки. Чтоб тоже плановость в этом букете была что-то переокрыта, а что-то видно целиком. Дальше сиреневатые цвета тоже с правого края работы. Также по верхушкам у них обозначимся. Теневая их часть уже прописана, найдена. А мы сейчас выхватываем интересные силуэты. Пирамидальные такие окончания у этих цветов будут. На дельфиниум они похожи или на что-то подобное. Люпины. Такое вот богатство разных цветов. Сейчас сделаем небольшой эксперимент. Ультрамарин возьмем. Белила. Немножко синими оттенками также по разнообразим цветы. Какие-нибудь голубенькие. И так вот легкими мазочками, тычочками такими. Разберем правый край работу. Также где-то с применением объемных мазков. Так как по полусухому снизу вверх наносим носки. Дальше с розоватым оттенком полепим куст справа его в верхушку. И также применяя мазочки объемные. Легко касаясь они у нас получаются вот с таким эффектом. Чуть желтый. Солнце сюда пробилось. Что вполне логично будет. Прямо таким густым лимонным цветом. Этим же цветом немножко травиночек высветим. Между кустами. Чуть зелени изумрудной. И потом ультрамарин немного. Мелкие белые цветы. Еще белые поддавить нужно. Они у нас не чисто белые. Они все-таки приглушенные будут. И по количеству своему они помельче. Точечно, легко касаясь. Ищем их среди камышей. Обувь шибели. Также густенько. Легкими мазочками. Чтобы они по форме были поменьше. По объему. Дорожку из них такую. Из этих светлых цветов сделать нужно. Дальше возьму. лимонный. Беливо. Изумрудку. И чуть поработаю над камышами светленькими. на темном фоне. Куда мог попасть свет. Лимонный. 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 головка. Так же полу сухой кистью наношу розочки. в направлении гнущихся камышей от ветра. Чтобы было видно, куда упал солнечный луч. Немножко это и в отражении покажем. Слегка пальцем разотрем полусухой кистью. Тут можно воды добавить. Опять же беливо, кадмий оранжевый. Некоторые веточки у кустов красных высветим с беливыми, как удар солнца. Здесь будет выгодно еще показать вот что. Чуть-чуть кусточек один вывести красненький с заползанием на силуэт дерева. Показать падающую от него тень сиреневатую на стволе. Хорошо также передаст плановость и объем. Как только мы сейчас закончим эту работу с прописью куста, перейдем как раз вот к этой тени. А вот и тень сиреневатая на стволе. Тень сиреневатая на стволе. Падающая. Чуть-чуть потемнее я сделаю местами. Немножко сиреневатой на стволе. Немножко сиреневатой добавлю в этот цвет. Классных темненьких оттенков вот здесь, чтобы у листочков тень читалась. Можно добавить вот таких звучных-звучных. Чтобы они чуть ли не как ягоды гляделись. Здесь они где-то проглянут. Падающая. Здесь он из-за этого. Падающая. Падающая. У Rumленируя. Падающая. Умень. Прокладающая. Ут... Борис. И т. И можем еще, немножко добавив голубой ФЦ, дать намек вот сюда, с тем же самым красным оттенком, чтобы за стволом выглянули. А на стволе можно дать еще светлый рефлекс. Чтобы только кверху он уходил уже в более глубокий тон. Здесь он был именно с рефлексом от солнца. А кверху темнее сиена и черная, как раз нам введут возможность этот цвет здесь уплотнить. Вот такая получается игра цвета и тени. Рефлекс всегда подчеркивает солнечность. Плюс дает возможность пролепить хорошо фактуру ствола. Получается и на этой веточке тоже рефлекс будет не лишним. Чуть больше яркого отражения у нас здесь появится, конечно же. Так, ну надо работу подсушить. Плюс еще немножко по листве пройдемся вот здесь. Охра Желтая Слесающие листочки, освещенные солнцем. Просится вот здесь показать. Сейчас возьмем белила, желтую. Прямо таки ярко эти листу здесь высветим. Жнец Такой эксперимент. Немножко можно лучей на дальних деревьях поиграть, как падающие сквозь листу. На каком-то можно даже ствол чуть активнее высветлить. С веточкой в сторону. Лишнего. Что-то вроде того. Такие контражуры, солнечные зайчики. То, что хочется как можно больше видеть в своей жизни. Солнце радости и тихой, спокойной воды. Продолжение следует. Дорогие друзья, мы продолжаем работу над нашей картиной. Сейчас мы переходим к маслу. В масленке у меня white spirit очищенный с минимальным количеством запаха. Немного секатива. И льняное масло. Пропорция где-то одна часть секатива, две части масла и пять частей white spirit. Это вот такая пропорция. Сейчас я полностью протираю работу разбавителем, кисточкой. Пропорция где-то selvady opportunities. Пропорция jest набегом. Айдика. Пропорция. Бай-рёртая. Рец谸. Айдика. Дом進. Пропорция. И вот так. Пропорция. Пропорция. делается это для лучшего сцепления масляной краски с холстом чтобы масло которое мы будем вписывать у нас плавлялась плавлялась нежно и мягко и все касания были нерезкими прошлись так сейчас мы пройдемся по палитре это у нас ультрамарин светлый кобальт зеленый светлый кадмий красный светлый коралловая розовая краплак красный прочный краплак фиолетовый прочный марс коричневый коричневый темный прозрачный тендиго красно-коричневая королевская голубая кобальт зеленый светлый изумрудная зеленая бирюзовая болотная темная стран сановая желтая кадмий желтый средний и белила титановые все вот те красочки которыми мы сейчас будем работать в начале в начале мы пролессируем болотный зеленый плюс марсом коричневым темным прозрачным наш берегу делается это для того чтобы тени и глубину в работе сделать деликатней смягчить контрасты где-то мы потом пройдемся тряпочкой чтобы и в общем-то лессировка она носит такой объединяющий характер для того чтобы работу под собрать вот так вот работу собираем воедино очень часто этим приемом пользуются художники когда пропишут иногда бывает немножко не знают что делать а надо работу просто элементарно объединить вот такой легкой лессировки кто-то это делает умбры натуральной ленинградской мы сейчас в данный момент вот этими цветами работаем пролессировали немножко сфлейцуем широким шлейцем сделаем лессировку равномерной и сейчас перейдем к работе с сфлейцем дальним планом возьмем сейчас еще немножко добавлю разбавителя так как он ушел на протирку и на лессировку и сейчас возьму белила немножко королевской голубой чуть-чуть вот такой розоватый оттеночек немножко коралловой розовой добавлю и вот этим серым оттенком пролессирую дальний план чтобы опять же его немножко увести в дырку то есть стараемся выстраивать пространство в работе немножко залезем на листву деревьев чтобы мягче сделать касание это будет как рефлексы от неба такая дымочка у нас появилась так же этой же дымкой пройдемся и здесь по небу по деревьям коровая розовая королевская голубая вот такая вот смелая флиссировка ну опять же у нас есть с вами тряпочка и излишки краски где они нам не нужны мы подтираем и убираем разогнали вот далее пропишем небо беливо беливо розовое немножко кадмия желтого среднего и как раз сейчас поработаем немного с силуэтом дерева уменьшим его слегка чуть-чуть желтенькой добавим больше чтобы него было теплым вот это у нас что касается прописи небо еще тепленького чуть-чуть поверх поверхушкам деревьев на дальнем плане пройдемся лихо выделим желтая красный светлый слегка свет обозначен на кипарисе с теплым оттенком вот то же самое здесь сделаем вот так пальчиком где-то можно растирать масло хорошо в этом плане работает и растирается и далее идем по верхам кусточков розовым оттенком розовым обык зеленый и светлый камень в общем-то мы сейчас графически утрясаем работу светлее темнее стараемся ее как-то организовать для того чтобы чтобы она уже к законченному виду пришла что-то объединили что-то выделили это как раз вот очень хорошо делать масло то есть применять технику лессировок где нужно перекрыть прописать мягче сделать касание это все вот те моменты которые хорошо делаются именно в технике масляной живописи что в общем-то мы сейчас и с вами делаем странциановая кобальт зеленый и светлый немножко тронем камыши на переднем плане поярче то есть выделяем света вот так вот графически прорабатываем силуэты делаем мягче касание покражение где-то немножко пустим рясочку немножко высветлим и мягче вот так вот и вот так вот Чуть-чуть Марс Кадмий Слегка дадим Отражение зеленой Листвы Светящейся Но нежно и деликатно Еще удовольствие Еще удар вот здесь Световой И конечно же подчеркнем Что чуть-чуть Свет попал и на Травку и камыши То есть мы их тоже здесь Слегка подчеркнем И выведем Кадмий Красный Кадмий желтый Вот Сейчас попытаемся сделать свет Некоторых лучей солнца на воде Для этого мы возьмем Белила Кадмий желтый и кадмий красный Чуть-чуть кадмия желтого среднего Побольше Странселану Слегка добавим сюда И сейчас Полусухой кистью Буквально Вот я немножко ее Отряпчику Элементы лучей на воде Особенно они хорошо будут И искрать именно На теневых Частях Отражений Смягчим веерной кистью Эти касания И вот тут Я бы дал Такой Элемент С уточкой Во-первых Надо высветить Первый план С желтыми цветами И с белыми Чтоб понятно было Что на них лучики Тоже упали Как раз По лессированным Желтым цветочкам Это будет смотреться Хорошо и правильно И логически верно Что вот они Взяли и осветились у нас Вот так вот Некоторые Зеленые травиночки У нас здесь Тоже Засветятся Поконтрастируют На переднем плане На первом Листочки зеленые Некоторые Осветятся Поярче И белые цветы Конечно же Они тоже будут ярче По ним Мы тоже Оставляем сейчас Светлый акцент И немножко По фиолетовым Коралловые Розовые Вот такой у нас Получается Светящийся Первый план Также вот этим Розовым Плюс Краплак Фиолетовый Чуть-чуть Тронем Цветы Вот там Тоненько Так ненавязчиво Чтоб С первым планом Они не спорили Но все равно Обозначим Что и туда Тоже солнышко Где-то Пробилось И осветило Бережок Вот Далее Сейчас мы С вами Возьмем И Немножко Подсветим Сделаем Плывущую Уточку С утятами Слегка Пальчиком Разотрем Эти Буравчики Пальчиком Болотное Зеленое Темное Марс И кисточкой Списали Потом мы Еще Гуру Еще Пропишем Утки На Уточку У нас Тоже Будет Попадать Свет Так же Оно Что у нас Будет Отражаться В воде Обязательно И Маленькие Утятки За нить За нить Я Я сам В деревне Такие сюжеты Видел Часто Как утки Прячутся В камышах От людей Как вообще Это бывает Как утка Командует Своими Детями Буквально Один Два Кря 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 И все Спрятались Никого Не видать Сейчас Мы еще Силуэты Высветим Во-первых Вначале Отражение Тендиви Красно-коричневыми Она вот здесь Хорошо подойдет Для темного Отражения Утки В воде Летят Очень хорошо Подходит Этот цвет Вот В общем-то Сейчас мы Здесь немножко Сотрем Сотрем И теперь Можно взять Кисточку Чуть потоньше Замешать Светлый оттенок Кадмия Желтого Среднего Немножко Кадмия Красного Белим И Тоненько Пропишем Контражюр На самой Утке Как она Освещается Вот так вот Ну у тебя так тоже Ну не везде Частично Свет Мы покажем Чуть-чуть Разработаем Спинку Чтобы она была Неравномерно Освещена Опять По светам Пройдем Белый Бурунчик Перед Унточкой Сделаем Легонький Здесь Его тоже Дадим Поярче И слегка Расходящиеся Води Сейчас этим же Светом Слегка Дернем Свет На воде Отлучай И покажем Вот Вот слегка рефлекс от воды бывает лапку видно как они ведут красненькую слегка розовато-красный оранжеватый даже свет на воде и еще раз окружение цвет нарезки дадим проактивней чтобы было понятно куда утка плывет где есть корм они вот эту ряску очень любят и едят несколько кормочков тут вот тоже попадет кормочек несколько высветим над водой здесь цветочки проиграют у нас немного а вот тут у нас будут кувшинки из рубля они чуть темнее здесь лишний водой и сейчас беленькие кувшиночки белая королевская голубая вот это буквально немножко так и вот так вот отражение здесь то же самое и отражение слегка нагладим воды и какую-то из них сейчас чуть поярче сделаем кувшиночку и одну кувшиночку скажем здесь пусть освещено солнцем и также от нее отражение целом у нас будет чуть поярче и отражение и 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 Крудик получается у нас живой, живность, потому что уже в нем появилась. Чуть ярче выделил хвостик. Несколько желтых цветочков тоже здесь, краиночек еще склоняющихся, глади воды. Чтоб как раз подчеркнуть лучи солнца. Сейчас немного поработаем. Нам для этого понадобится оранжевый. Сейчас мы выделим красные кусты белила, розовая коралловая, корни оранжевый и пройдемся по цветам. Чтоб вот этот контражер у нас заиграл. Кабни желтый средний добавим сюда еще. Вот у нас кусты заиграют. Рефлексики тепленькие покажем. Теневой части от освещенных листьев. И свитер опять же подчеркнем. Тоже светлым тоном тронем немного кору дерева, чтоб она где-то поактивней блеснула. Вот. Легкую световую каемочку вот здесь дадим. Графичную. Тут где-то ее подчеркнем. У нас уже света в работе, конечно, станет больше. Плюс стронциановое желтое беливо. Еще раз цвета зелени. Есть возможность подчеркнуть. Сделать ее где-то ярче и живее. Продолжаем работу. Вот сейчас отошел, увидел, что где-то вот здесь еще просится резку подчеркнуть. Вот. И немножко зелень вот здесь взбодрить и оживить. И немножко просится у беленьких цветочков показать холодные тени. Чтоб была игра тепло-холодности. Вашему вниманию предлагаем вот такой сюжет. Напишите его вместе с нами. Будем очень рады увидеть вашу работу в нашей группе ВКонтакте. Желаю вам творческих успехов. С вами был Никон Денис. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok